Девушки отдыхают Так, подожди, ты сказала, что это будет чайная церемония, и при чем тут Гонконг? Он же уже не является английской колонией Да, но он был в колонии 155 лет Все традиции, которые были во времена английской колонии, они свято чтят Специально для того, чтобы познакомиться с такой вот церемонией английской чайной, мы поехали в отель Этот отель был построен к приезду королевы Называется он Пенинсула, а китайцы или гонконгцы улюбовно называют его Гранд Мадам Азии Там подавали очень много различных вкуснейших вещей Но что впечатлило меня и моего молодого человека, это вот такой вот апельсиновый пудинг Он подавался очень красиво Апельсиновый пудинг приготовить на самом деле не так уж и сложно Ты думала, скажешь, не так уж и легко, потому что раз королеве подают этот десерт, значит не все так просто Да, но сделать так, чтобы когда ты переворачиваешь этот пудинг, у тебя апельсин, красивый карамелизированный апельсин был сверху, это не так уж и легко И что же кроме апельсинов нам понадобится для апельсинового пудинга? Можем использовать растительно-сливочную смесь Так, ну что, приступим Нам понадобится 100 граммов Я делю половину, потому что в пачке 200 И для того, чтобы оно у меня быстро соединилось с сахаром Натираем на терочку и все очень быстро перемешивается с сахаром А с блендером мы сделаем это гораздо быстрее Всего одно нажатие и масса получится пышной и однородной 100 граммов сахара и взбиваем до мягкой такой вот пышности Так, такая вот пушистая белая масса получается Я отделяю желтки от белков и сейчас добавлю 2 желтка И соединяю это все до однородности Теперь я соединяю 1 чайную ложку разрыхлителя и 100 граммов муки Перемешиваю любовно 2 столовые ложки молока и сок и цедры двух апельсинов Я взяла вот такие небольшие апельсины, попроще Сколько там сока? 125-150 миллилитров Свежевыжатого сока Много ванильного сахара Конечно, умиляют англичане с точностью своих рецептов 2 столовые ложки молока Да, ну вообще молока в пудинге кладут больше Но здесь очень важно этот баланс соблюдать Потому что у нас довольно много апельсинового сока И это больше на апельсиновом соке пудинг, понимаешь, а не на молоке И обязательно, конечно же, цедру Цедры, не жалейте Вот такая одна большая красивая столовая ложка Именно в цедре очень много эфирных масел И цедра апельсина, она поднимает настроение И повышает, естественно, защитные функции организма Укрепляет иммунитет Вот почему этот десерт такой полезный Особенно осенью, когда холодно И зимой Да, да, а цвет, только цвет радует этого пудинга Он такой красивый, поверь Так, наше тесто готово Ура-ура Я взяла апельсиновый сок И с сахарным сиропом перемешала его Теперь, что я делаю? Я выливаю это все в кастрюльку То есть это апельсиновый сироп получился уже, да? Да, апельсиновый сироп И переливаю это все в ковшик для того, чтобы загустеть То есть у нас такая апельсиновая карамелька будет Но не слишком густая А сколько там должно быть у вот этой жидкости? Сок тоже одного апельсина И где-то полстакана, даже чуть больше сахара Это для пропитки, что ли? Это для секретика И что нужно сделать? Его нужно очистить В отеле в Пенинсуле подавали этот пудинг с очищенным апельсином Но я, честно говоря, дома делаю с цедрой То есть я нарезаю прям, не срезая цедру апельсина Но хотелось бы показать вам оригинал, как это выглядело в оригинале Поэтому вы можете сделать либо так, либо так Очистить нужно апельсин Покажу тебе, как нарезать Мы нарезаем тоненькие красивые дольки Моя карамелька очень быстро сейчас уварится Она должна быть такой густоватой Потому что именно карамель будет держать этот апельсин на дне Она не даст ему подняться Поэтому важно ее не переварить, чтобы она не была слишком густой Вот эту консистенцию нужно соблюдать Потому что при остывании карамель загустевает еще А что тебя еще поразило в Гонконге, Танюш? Ты знаешь, поразило еще, когда была экскурсия по Гонконгу Они рассказывали о традициях и в том числе, конечно же, о чайной церемонии Она возникла случайно, очень давно, 170 лет назад Представь себе Потому что обед по традиции двора во времена королевы Виктории Начинался в 9 часов вечера только Представь себе Целый день голодные ходили? Все придворные ходили голодными до 9 вечера А потом ели столько всего на ночь Потому что там были настоящие такие пиршества Смотри, какая красивая карамелька у меня получается Одни пузырьки, когда появляются, все И она стала такой красивой, золотистой А одна придворная дама, мадам Битфорд Даже запомнила, как ее зовут Она украдкой просила слугу, чтобы в 5 часов, в 4-5 в обед В то время, когда она уже совсем-совсем была голодна Приносили ей чашку чая с какими-нибудь вкусностями Потом как-то кто-то зашел к ней в гости Компания эта стала расти, расти, расти Так что даже переросло это в такую вот хорошую традицию Но только спустя 12 лет это стало официальным мероприятием Да, при дворе, то есть признали эту прекрасную, я считаю, традицию официальной Что я делаю? Я беру вот эту красивую вареную карамельку Выливаю на дно, не слишком много, не больше, чем одну столовую ложку Можно использовать силиконовые формочки Из них очень хорошо можно достать наш пудинг Но предпочитаю формочки с рифленым краем Тогда пудинг выглядит эффектнее Укладываю на дно две дольки апельсинов Никак не обработанные, просто нарезанные И теперь такой вот важный момент Который в каждом пудинге является апофеозом То есть белки А может духовку разогреть? Давай, да Температура 200 градусов Я беру два белка и взбиваю их А для чего нам вот эти вот желтки? А мы же сейчас делаем с собой кофейный соус А, здесь еще не все секреты Взбила в крутую пену Практически не двигаются мои белки И теперь аккуратно соединяю с основной массой Сюда две ложки И сюда две ложки массы Ты знаешь, Надюш, белки, из-за того, что они очень легкие Вот эта пенка, она наверх все время поднимается Поэтому перед тем, как наливать Вот буквально я, видишь, ложкой это делаю Вот это важный момент, чтобы в один у тебя пудинг попадут все белки Если будешь выливать Ну, ну А в другом их не будет столько, сколько нужно Поэтому вот так вот я это выкладываю И белки все равно поднимутся наверх И все равно наверху будет такая красивая хрустящая корочка Я буду выпекать их на водяной бане Я возьму уже горячей воды Тогда это будет все гораздо быстрее Заполню форму на... Где-то до середины формочки для пудинга И укутаю фольгой То есть он как будто бы будет полувариться, полупечься Он будет выпекаться на такой вот водяной бане То есть это паровой пудинг Очень нежный, судя по всему Да, очень нежный Пудинги, которые выпекаются на паровой бане Они не так высоко подходят, но они не опадают потом Это очень важно, потому что если ты просто выпекаешь пудинг Ты выпекаешь его 8-10 минут Но как только ты достал его из духовки Он сразу делал так Пуф, да, вниз Мне нужно немного сливочного масла Для того, чтобы смазать фольгу Это тоже такой секретик Когда ты достанешь пудинг У тебя... Знаешь, что может случиться? У тебя фольга прилипнет к пудингу Потому что пудинг поднимется Сливочное масло эту ситуацию может спасти Берешь, намазывая в том месте, где у тебя будет пудинг Фольгу Я его укутала Ему там будет комфортно Очень осторожно Нужно перемещать это к духовке Потому что, чтобы вода не привелась случайно на пудинг Да, мы же не видим, там фольга И как долго будет выпекаться? Он будет выпекаться 40 минут 40 минут для английского пудинга А для нас это время пролетит незаметно Апельсиновый кофейный пудинг Готовится уже 40 минут в горячей духовке Можно вынимать? Да, Надюша Там же все под фольгой Ну, сейчас проверим Вода должна была выпариться Но все равно нужно это делать очень осторожно Потому что, да, видишь Ее осталось буквально одна треть Видишь, он не слишком румяный Потому что там была фольга Если хотите, чтобы более румяная была корочка За 5 минут до готовности Снимите фольгу И цвет действительно, как ты говорила, такой яркий, приятный Да, теперь нужно сделать вот что Нужно подрезать его Звучит угрожающе Подрезать края у пудинга Чтобы легко вынуть его, да? Понадобятся тарелочки, да, Танюш? Давай Это нужно сделать сразу Но еще не доставать его из формочки Потому что там, где карамелька Его можно будет достать очень хорошо А вот кая могут прилипнуть Если готовишь в силиконовых формах То просто подмять их немножечко Так вот, оттопыривая Он будет немножко остывать А мы тем временем займемся соусом кофейным Ну да, все-таки не зря этот десерт называется Апельсиново-кофейный пудинг Апельсиновая часть уже готова Теперь дело за кофейной Так, я беру молоко У меня здесь пол-литра и 6 желтков у меня есть Я наливаю немного молока Где-то полстаканчика в желтки А остальное ставлю на плиту Чтобы оно мне закипело Это экспресс-метод английского крема Я перемешиваю желтки с молоком Добавляю сюда сахар Ванильный сахар Полстакана? Да И жду, пока молоко закипит А какой кофе мы будем использовать для этого соуса? Я использую растворимый кофе Объясню, почему Натуральный кофе, он дает все равно комки вот эти Комкуется, да? А пока молоко закипает Есть о чем поговорить Как же отреагировал твой молодой человек на десерт, приготовленный тобою? Ведь он же пробовал и оригинал Да, ты знаешь, ну, он, конечно, вдохновляет меня все время, когда мы что-то интересное пробуем вместе Он говорит, Танюшкин, ну, что тебе стоит это исполнить? Ну, и, конечно же, я приезжаю и понимаю, ну, что мне стоит? Тренировки, тренировки Мы прямо в кипящее молоко будем заливать желтки? Да, да, да И это произойдет очень быстро Все, мое молоко закипело Кстати, мы по времени с тобой вот практически five o'clock будем лить Знаешь, вот удивляет вот этот извечный спор Что лить? Чай в молоко или молоко в чай? Ну, в принципе, ты понимаешь, вот меня всегда удивляло, какая разница Этому есть историческое объяснение Очень давно, когда в Англию стали завозить китайский фарфор, он был жутко дорогим и очень тонким Да Хозяйки настолько боялись, что от кипятка он треснет, а бывало и такое А, вот так вот Вообще, таким образом возникла идея пить чай с молоком изначально Ну, да, логично, конечно Наливая молоко и защищая чашку от кипятка, вот тебе и вся разгадка Ну, а сейчас уже и чашки есть жаропрочные, а традиция, видишь, осталась Смотри, я в несколько этапов снимаю, даю побулькать ему хорошенько и соединяю Для того, чтобы не подгорело дно у меня, не подгорел крем, потому что там довольно много сахара Я его увариваю, чтобы он хорошенько загустел, потому что у меня здесь нет муки Я переливаю его в отдельную емкость Но, смотри, очень важно не перегреть, потому что желтки свернутся Ну что, пудинг остыл, сейчас мы его аккуратненько извлечем из формы И увидим тот секрет, который его делает суперапельсиновым Еее, получилось Он и приготовился, я уверена, ну, то есть стал таким более мягким Но в то же время форму сохранил, наверное, из-за той карамели, которой ты дно покрыла И видишь, именно вот эта карамель дает ему вот этот глянец сверху, такой блестящий, красивый Он получился таким маленьким солнышком Совершенно верно И когда еще ободочек есть из апельсина, это вообще волшебно Обязательно попробуем в следующий раз и такой, твой вариант Да С апельсиновой кожурой И теперь украсить кофейным кремом Да, теперь я полью кофейный крем Налью сюда И пока Танюша это делает, я напомню, как мы готовили этот замечательный апельсиново-кофейный пудинг Для приготовления апельсиново-кофейного пудинга вам понадобятся апельсины, яйца, сливочно-растительная смесь, сахар, мука, разрыхлитель, молоко, апельсиновый сироп Смешиваем сливочно-растительную смесь с сахаром Добавляем желтки Отдельно перемешиваем муку с разрыхлителем Добавляем молоко, цедру и сок двух апельсинов Хорошо все перемешиваем Добавляем взбитые белки На дно формочки для выпекания выливаем небольшое количество апельсинового сиропа Сверху кладем кружочек апельсина Выкладываем на него тесто Формочки ставим в глубокую форму, заполненную водой Накрываем фольгой и выпекаем на водяной бане 40 минут В разогретой до 200 градусов духовке Для кофейного соуса возьмите растворимый кофе, молоко, сахар, яичные желтки, ваниль Яичные желтки смешиваем с сахаром Часть кипящего молока вливаем в желтки и перемешиваем Эту яично-молочную смесь выливаем в оставшееся молоко Добавляем разведенный кофе Варим соус до загустения Подаем пудинг, полив кофейным соусом Мы готовы к чайной церемонии? Нежнейший Даже не знаю, с чего начать описывать этот букет Великолепный букет изысканных вкусов Кофейный соус подчеркивает свежесть апельсина, которая присутствует в этом пудинге А сам он необыкновенно воздушный и такой приятно сочный Сочный, сочный, да, это очень вкусно И, видишь, я полила его немножечко вот этой карамелькой, которую мы сварили до этого Попробуй с чаем, это очень хорошо с чаем Уверена, что и вы полюбите этот английский пудинг, который, оказывается, легко приготовить Привет, Ютуб! Хочешь по-настоящему вкусно готовить? Подписывайся на наш канал, и мы будем готовить вместе! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!